Малышке Николь Мальцевой не исполнилось и трех недель. Она уже участвует в первой в своей жизни видеосъемке. Повод достойный. Именно эта девочка стала первым ребенком, родившимся в Ленинском районе в 2018 году. Николь появилась на свет в новогоднюю ночь в Видновском перинатальном центре, спустя всего лишь 55 минут после боя курантов. Рост 51 сантиметр, вес чуть более трех килограммов. Малышка здорова, растет не по днем, а по часам. И вот пришло время получить первый в ее жизни документ. Спасибо вам большое. На торжественном вручении свидетельства о рождении Николь семейство Мальцевых и Исаевых присутствовало в полном составе. Особенно символично, что эта семья многодетная. Немало теплых пожеланий и слов поддержки прозвучало в ее адрес. Действительно отрадное, очень симпатичное событие такое. И я смотрю на родителей, смелые ребята. Не убоялись трудностей, потому что все-таки большая семья требует больших хлопот. Николь уже четвертый ребенок в дружном семействе Светланы и Семена. Здесь подрастают еще две дочери и сын. Так что опора есть. Старшие дочки помогали родителям и с младшим братом, а сейчас и с Николь. Активные и деятельные они и купают, и одевают, и посидеть с ним могут, и даже поют колыбельные. Красивое и необычное имя, к слову, придумала одна из сестер. Такая возможность стала необычным подарком от родителей на день рождения старшей дочки Лауры. Мое имя начинается на букву Л. Далее по алфавиту как-то пошло, что имя одной из младших сестер М. И далее мы подумали, что имя должно начинаться на букву Н. Мы начали придумывать ей имя, и одновременно в голову пришло имя Николь. Это имя раньше мы слышали в фильмах, и оно действительно очень нам понравилось. Светлана и Семен с детьми живут в уютной двухкомнатной квартире на территории поселка Володарского. Их семейное гнездышко хоть и небольшое, но только переступив порог, сразу ощущаешь атмосферу любви, сплоченности и тепла. Очень многое в квартире сделано руками главы семейства. Это и детские кровати, и шкафы, и уголок для учебы. Вообще все члены, это без преувеличения образцовой семьи, стараются как можно реже разлучаться и как можно больше времени проводить друг с другом. И в будни, и в праздники они вместе. И лишь новогоднюю ночь 2018 Светлана провела не в кругу своих родных. Но повод, согласитесь, очень веский. Я думала, что хотя бы с детьми отмечу Новый год, и мы поедем 1 числа уже, после того, как встретим Новый год, раскроем все подарки. Но вот получилось так, что я попросила мужа уже в 10 вечера отвезти меня в роддом. Она родилась, соответственно, у нас только в начале нового 2018 года. Что ж, остается только пожелать новоиспеченной жительнице Ленинского района Николь Мальцевой здоровье, а ее близким – сила терпения в сколь увлекательном, столь и трудном процессе – воспитании детей. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Елена Кошлева. Видное ТВ.